За премьерой последней недели, содержавшей первые два эпизода «Темной материи», последняя научно-фантастическая работа Apple продолжилась эпизодом «Коробка». Да, мы узнали много об этой коробке, но также почти ничего. Но это не относится к науке. Учитывая, что был предположен третий Джейсон, кажется, концовка этого эпизода точно говорит о том, что скоро будут исследованы дополнительные Джейсоны и реальности. Так что приступим к видео и разберем все, что в нем было. Кто такая «Темная материя»? Эпизод 3. Концовка объяснена. Просто для справки, это видео будет содержать спойлеры. Объяснение концовки. Итак, концовка этого эпизода была большей частью сфокусирована на Джейсоне-1 и Аманде, которые попали в коробку, не зная, как ей пользоваться, и надеясь сбежать от Лейтона и Доун, которые надеялись вернуть его в камеру. Оказалось, что Джейсон-1, не Джейсон-2, человек, о котором все думали. В Velocity Labs об этом знали, заставив их сомневаться в действиях Джейсона, о котором раньше они думали по-другому. В этой серии мы узнали основную причину создания коробки, не прямо обозначенную. Она создана для путешествий в альтернативные реальности, где, возможно, есть лекарства от болезней, недоступные в других мирах, изучаемые, привозимые обратно для блага родной реальности. Если вы видели непобедимый, то это напоминает мне Ангстрема Лайви и его намерение соединить умы всех его версий из разных реальностей для совершенствования своего. У Лейтона было желание понять, как пользоваться коробкой, но он не знает, и это что-то, что его гложет изнутри. Это заставляет меня думать, что между Лейтоном и Джейсоном было недоверие до ухода Джейсона. Да, и еще давайте не забывать, когда Джейсон-1 прибыл в реальность Джейсона-2. Он узнал Лейтона. Он признал его, когда тот пришел, но ведь мы не видели его в реальности Джейсона-1. Может, Лейтон там мертв? Может, они поссорились? Будет интересно увидеть, и думаю, мы дождемся. Мы узнали, что в тот день, когда Джейсон-2 принял решение лечь в бокс, он сказал, что видел там бывшую девушку. Скорее всего, это была Даниэла. Представляю, что в тот день, когда он ее увидел, он понял, что совершил самую большую ошибку в жизни, расставшись с ней много лет назад, поэтому хотел перейти в реальность, где будет с ней вместе и сможет занять место этого Джейсона. Еще напомним, что реальность Джейсона-2 существует только потому, что Джейсон-1 в своей реальности решил свернуть работу и провести время и жизнь с Даниэлой. Учитывая, что Джейсон-2 – очень успешный человек, мне кажется, что это связано с его мышлением, что он может просто перейти в другую реальность и занять место, как будто ничего не изменилось. Когда Джейсон-1 и Аманда влезают в ящик в конце эпизода, мы видим, что они имеют наркотик, созданный Райаном – вещество, меняющее химию мозга в префронтальной коре, усыпляющее определенные элементы на короткое время. Он фактически помещает человека в суперпозицию, а затем лекарство останавливает мозг от вызывания декогеренции, позволяя ящику функционировать должным образом, так как не только отдельный обозреватель не может наблюдать, но и окружающие не могут из-за особенностей дизайна ящика. Когда они просыпаются через три минуты по будильнику, который они завели, мы видим, что ящик превратился в коридор. Так что кажется, в реальности куда они попали, они находят себя в мире, где никогда не было ящика, а был коридор. Изображение для следующего эпизода выглядит как реальность, где мир развалился на части, таким образом им удалось сбежать из реальности Джейсона 2, но в то же время это выглядит как мир, разрушенный чем-то другим. В этом эпизоде было несколько интересных диалогов, где намекали на прошлое в реальности Джейсона 2. Например, Джейсон не был первым в коробке. Кто-то по имени Блэр Каплан, которую мы видели в реальности Джейсона 1, она так и не вернулась в реальность Джейсона 2, как и другие двое добровольцев. Интересно, есть ли реальности, где коробка просто не делалась, и они не могут найти способ вернуться, или их убили при приезде в альтернативные реальности? Был момент, когда детектив Мэйсон допрашивал Лейтона о исчезновении Джейсона. Основное внимание было уделено деду Лейтона, основавшему компанию несколько десятков лет назад. Камера задержалась на фотографии Лейтона с этим таинственным мужчиной. Есть подтекст, который станет ясен с течением времени. Аманда – самый человечный персонаж из всех сотрудников Velocity Labs. У нее есть моральные принципы и глубокое чувство сожаления о случившемся с пропавшими людьми. Поэтому она решает отказать Джейсону. Она, скорее всего, будет ключевым звеном в информировании Джейсона и нас, зрителей о происходящем в Velocity Labs на протяжении всего времени, его существования и проекте, над которым они работали. Все они трудились над работой. Джейсон 2 на самом деле не сделал многое в этом видео. В этом эпизоде он больше всего ориентируется в реальности Джейсона 1, стараясь не напортачить при общении с людьми у себя на ужине. Самый важный момент, когда он видит Блэр Каплан живым и здоровым. Был момент, когда он почти напортачил, не помня название отеля, где они с Даниэлой останавливались, который был ему по душе, но его исследования жизни Джейсона пришлись кстати. Он все обдумывает, делает все возможное, чтобы не оступиться. Блюдая за Джейсоном 1, которого он атаковал, он использовал реальные события. То, что Джейсон 1 чуть не попал под машину и переложил это на историю о изменении своего взгляда на жизнь, поэтому он ведет себя иначе с тех пор, с той самой ночи. Концовка этого эпизода действительно наводит тревогу. Сейчас Джейсон 2 наслаждается жизнью, но, думаю, зазнается. Неизбежно он где-то оступится, интересно где и когда. Обзор этого эпизода. Лично я считаю, этот эпизод не такой уж хороший, как два предыдущих. В нем было не так много действия, основная часть происходит в конце. Больше в эпизоде показано оба Джейсона, пытающихся манипулировать людьми и пространством. Будь то Джейсон 2, пытающийся все узнать о связях, которые были у Джейсона 1, или Джейсон 1, притворяющийся Джейсоном 2, но ведущий себя, будто потерял память из-за путешествия в коробке. Все больше в эпизоде о том, как они взаимодействуют с другими людьми. Джоэл Эдгертон отлично работает в этом шоу, по-моему. Версии его же самого, которые мы видим, искренне разные, и его исполнение двух персонажей эффектно. За это мой восторг. У меня есть вопросы к этому эпизоду. Удивлюсь мало, если скажу, что мне показалось, что Джейсона смерть Даниэлы не так сильно задела. Хотя, конечно, это не та Даниэла, которую он знает, все равно это же тот человек, которого он очень любит, так что я задумался. Плюс, в кульминации эпизода Аманда была обнаружена, и ее доступ отключили за считанные секунды. Мне это не очень понятно, если честно, непонятно, как они смогли это сделать так быстро. Но это еще ничего, по сравнению с тем, что мне непонятно, почему не отключали доступ у Джейсона, так что, на мой взгляд, нужно было просто оставить доступы открытыми и работающими. Что касается саундтреков кульминации, мне очень понравилось. Почти синтезаторный гул, он добавлял напряжение, давал ощутить вес ситуации. Шоу дельно развивается, прорабатывает детали, жизненные реалии, происходящие события. Процесс медленный, но ввиду сложности шоу это хорошо. Рад видеть эпизод, где Джейсоны продвигаются в пространстве, узнаем больше о них и о реальностях. Следующий эпизод называется «Коридор», отличается от первых. Он напоминает постапокалиптический мир по картинкам от Apple. И, похоже, коробка – это не коробка, и на самом деле – коридор. Так что, думаю, следующий эпизод может быть лучшим из тех, что мы видели до сегодняшнего дня. Вот, Dark Matter, эпизод 3, концовка объяснена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok